девочки я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом уроке мы с вами сделаем убавки по рукаву и научимся выполнять боковой шов напоминаю что в уроках я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами собой ссылка на калькулятор в описании под этим видео имейте ввиду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу то есть вы можете связать точно такое же изделие как у меня а можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно мечтали продолжаем вязать рукав делая убавки в необходимых местах то есть с определенным ритмом я отмечаю все это на счетчики рядов и давайте покажу как я делаю бабочки свои смотрите убавку с правой стороны я делаю с наклоном вправо дальше провязываю все петли рукава смотрите с левой стороны я останавливаю за 4 петли и делаю убавку с наклоном влево тут я переворачиваю свои петли и провязываю 2 петли вместе все далее вяжем до того ряда в котором снова нужно будет делать убавки так девочки после того как мы выполнили все убавки по рукаву и пришли к необходимой нам ширине внизу мы корректируем количество петель для резинки это тоже можно сделать в калькуляторе то есть вы в принципе по этому калькулятору можете сказать хоть вот такой рукав который просто плавненько сужается к низу можете связать рукав фонариком да и внизу у вас будет резиночка маленькая которая будет собирать этот фонарик в общем вариантов множество можете экспериментировать с калькулятором так как вы хотите ну и в заключении я делаю закрытие петель классическим методом то есть для такой пряжи которая у меня это пряжа с ворсом закрытие иглой вряд ли подойдет потому что проходить иголкой сквозь петельки это соберет все ворсинки и неудобно это будет вот так что здесь закрытие классическим методом мне нравится она в принципе хорошо здесь смотрится то есть вы решаете самостоятельно какой способ выбрать для закрытия петель резиночку я закрываю провязывая лицевые петли лицевыми и изнаночные петли изнаночными все закрытие выполнено и здесь можно оставить вот этот вот хвостик по длине для того чтобы можно было начать выполнять шов по рукаву да с помощью вот этой вот ниточки то есть следующий этап у нас будет сшивание бокового шва и шва рукавов и так шовчик мы с вами выполняем за вот эти вот перемычки между кромочными петлями я вот этим же хвостиком который оставила после закрытия вставила его в иголочку и закрываю не выполняю шовчик вот смотрите несколько стежков делаю потом раз подтягиваем и все красиво становится шовчик вот здесь вот на изнанке остается то есть изделие у меня лицевой стороной ко мне повернута то есть мы находим кромочную петлю одну кромочную петлю вторую между ними есть перемычка вот за эту перемычку я завожу иголочку с одной стороны вот вот у меня кромочная вот видите с этой стороны у меня вышла ниточка в эту же кромочную я ввожу иглу и ввожу в другую кромочную вот она вторая кромочная между ними хватаясь за перемычку вот видите подтягиваю и все петельки придвигаются друг дружки и тут красиво все получается здесь конечно же не очень все понятно потому что нам мешаются пайетки они нам видимость все перекрывают но тем не менее на ощупь сделать это в принципе возможно так что старайтесь главное найти вот эти вот сами кромочные и между ними перемычку таким образом я сейчас проделываю шов по рукаву дальше перехожу на боковые швы и точно также их сшиваю девочки поздравляю вас с окончанием мастер-класса и если вы вязали со мной то значит вы находитесь где-то на финишной прямой жду фото в ваших работ в телеграм-канале с удовольствием порадуюсь вашим успехом вместе с вами напоминаю вам что для вашего удобства я собрала все уроки в телеграм-канале и если вы еще не добавились туда то ссылочка внизу под этим видео а у меня на сегодня все встретимся в новых мастер-классах с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока